ребят всем привет ролик снимаю для зрителей тех кто смотрит мои продвижения по ремонту восьмерки тогда я снимал в гараже когда она стояла не видно было все эти дыры давайте посмотрим что же у нас тут за бардак что получилось и что у нас прогнило то есть как видим днище у нас под замену когда машина стоял гараже у команды стальной волк и ребят предложили наварить здесь куски проварить время на днище но потом мы посидели и подумали что наверное делать нецелесообразно сегодня ездил в пламя магазин такой известный в городе автозапчастей заказал полностью полностью поддон а все вот эти вот перемычки для сиденья для окрепления сидений вот то есть заказал поддон заказал пороге все это будет перевариваться полностью не думаю не хочу я заниматься мудистикой очень конечно жаль что так все произошло с машиной ну конечно года берут свое и как я уже говорил машины использовался в работе а знаете вот почему все вот этот хозяйство сгнило все днище я когда вскрыл коврик ковер пола и увидел там стояла шумоизоляция с пленкой вот из-за этой пленки изгнило днище потому что она не дышала то есть рекомендую вам не ставить такую шумоизоляцию с пленкой берите без пленки чтобы она имела возможность просыхать дышать вот еще ребят помните я показывал вам панель не отдал приятель низкая панель сейчас мы ее установили закрепили конечно здесь бардачок бардак я имею ввиду все здесь болтики сиденье сняли потому что сейчас я вам покажу ее перелезу назад как это получилось а пока забегая вперед вот смотрите мы и закрепили она даже не болтается все держится проводку мы немного сопли все убрали но он там уберем попозже когда заварим днище все это мы замотаем чтобы не было вот этих соплей чтобы ничего не замкнуло все будет нормально пока сварим днище осенью мы загоним ее варить будем зад в районе багажника а потом уже период закупку купим новые двери все три двери и потом машина дадим покраску то есть восстановление у нас будет практически полное по кузову ну а затем уже будем смотреть по салону что тут ну тут смотрите сами здесь практически все менять надо я уже это вам показывал самом первом своем ролике машину я все-таки решил отреставрировать потому что оставлю ее сыну себе наверное следующий год возьму девятку вот это все это уберется не знаю ребята говорят не меняй панель панель низкая очень хорошо прогревает салон хотя вот та панель когда стояла старым не блин половину воздуховодов не работала здесь мы все поставили закрепили сейчас все дует продувается все отличненько единственное что тарахтит электродвигатель но это мы потом когда варить будем с ними снимем панель посмотрим печку что за дела а сейчас я вам покажу перелезу назад покажу панель как она стоит как смотрится в общем вот такая картина панель сейчас закреплена все отлично единственное что от меня добивает это вот комбинация приборов мы ее тоже заменим нашел я в интернете продается у нас тольятти цена 600 рублей состояние новый практически новый то есть там не побита ничего не царапин нету все приборы работают в общем так вот сейчас она смотрится пока ребят по восьмерке все на сварку мы и отгоним через неделю как заберем кузовщину и сразу на сварку процесс сварки я наверное вам не смогу показать потому что работаю допоздна и нет такой возможности покажу вам скорее всего готовый результат мы и будем грунтовать промазывать днище купим новую шумоизоляцию нормальную и пока поднищу все поездим до осени так как есть потом сварим багажник и переднюю часть автомобиля то есть решил я ее отреставрировать как положено наверное куплю без и передний задний боковые накладки тюнинг будет называться я робот цвет наверное оставлю этот а а пока вот на этом все ребят давайте пока следите за новостями